Вот мы и в центре, сразу идем в конфетный ряд. У нас сегодня какая-то хромая тележка. Давайте поменяем, какие-то слиться нарядные. У нас шоколад, который Саша любит. Папа ее тоже любит. Короче, это вот такой вот модный хер-шик шоколад. Покажем дома. Так, а сейчас мы будем покупать конфитосы. Не отвлекай, давай посовещаемся, сколько у нас. Четыре, и потом покажем, что мы взяли. В общем, набрали вот такую вот гору конфет. Почти не хочу сказать. Пошли в печенье. Пойдем глянем в печенюшки. Я просто начинаю сейчас заниматься, всех ли мы посчитали. Давай еще печенье посмотрим. Так, сухариков ты не хочешь вот таких? Ну ты хочешь, походу. Раз ты хочешь. Есть очень вкусные сухарики. Такие и вот такие. Они сладенькие, ванильные. Ну, они разные, они видишь, шоколадик. Ну возьмите. Я не хочу. Я тоже не хочу. Я очень люблю делать вот это. Что-то надо есть. О, кстати, здесь вот тоже есть вот эти вот всякие сахара и как они называются? Суслы. По-русски говоря, суслы. Вот. И разного вида сахар есть. Разного вида сухие добавки в кофе. Зайка, пошли, чтоб ты зависла. Она нас не оставляет в покое, блин, даже... Кто? Да. Учительница по чау-доу. Она не оставляет в покое и вообще не оставляет в покое. Зайка, вафелек не хочешь? Таких себе. Вафелек нету таких, как я хочу. А вон там, смотри, какие-то есть всякие. Ванильные есть и кури. Нет, я хотел бы ореховые, но ореховых нет. Есть вот такие вот милые ушки. Микроушки. И какие-то интересные вот такие вот непонятные тоже какие-то. Какая-то выпечка непонятная. Слоеная. Ну что, мы пошли посмотрим, что еще продается. Короче, подушечки вот такие, которые мы купили в прошлый раз, не воспользовались спросом. Как-то не очень детям понравились. Дети любят вот такие вот панды-печеньки. Но мы их покупаем в костках в больших упаковках. Давайте я вам пока покажу, что они из себя представляют с ингредиентом. Они с шоколадиком внутри. Очень вкусненькие. Так, ну что. Так я же говорю, что мы в костках берем большую упаковку. Так, ну мы сейчас идем туда в овощи, фрукты, вкусные продукты. А покажи концы классов, что уже есть. Короче, это подготовки к окончанию школы. Те классы, которые в этом году будут заканчивать. Вот они будут всякие вот такие вот растяжки вешать 2019. И еще скажи, что возле дома выставляют... А, я так говорю, скажи, как-то мне не слышно. Возле дома выставляют так же, как когда рождается ребенок. Выставляют, что типа, допустим, это девочка веса и ростом. А когда кто-то дома выпускник есть, выставляется большая табличка, что классов там туда-сюда. Такие вот игрушечки замечательные. Ну, единорог, мне кажется, это редко какое-то... На любителя. Ну, маленькие есть, но ты. Написано поздравлением. Сережечка, вот, кстати, наша фигма. Ну, так давай, цепляй сразу. А то мы уже... Давай-давай. Это нам поливать наш огород домашний. А насадка где? А насадка ведь нету, что ли? Нет. Потому что оно не одной струей так вот... Ну, струя чего. Это разбрызгиватель. Ты думаешь, это разбрызгиватель? Да. Так, а насадку мы, может, свою перекрутим? Сейчас посмотрим. А, да, у нас женочка не будет. Зайка, какая тебе больше нравится? Сережечка. Короче, какие-то игрушки для правой. А Маришка хочет Сашке доску купить. Вот ты это купил. Нур на акулу. Да, у него же на майке акулы. Или что у него? Что у него? Нур на акулу. Зайка, она очень... Зайка, ну ему такая надо. Он уже тетрадок. Ну, очень мягкая, мне кажется. Зайка, ну что ты ему хочешь такой уже этот серфинг-шморфинг купить? Чтобы он был, блин... Та досочка была жесткая. Без этого шампы. Без беден? Не-не, это мягкая, это не то. Это не такая... Это не та, на которую он плавал. Короче, вот вьетнамки по доллару. Панамки по доллару. Да? Ой. Шляпки вообще красивые, да? Зай, смотри. Ну давай. Зай. Я не буду, мне сейчас... Ну положи аккуратно и аккуратно снимешь. Давай, давай. Ты не испортишь мне здесь. Опа. Ну положи. Зай, ну я не буду стоять. Ну, давай. А купальники какие-нибудь я проделать, честно. А зонтики вот эти некачественные. Ой, смотри, зайка, столько класс. Такой этот, икеевский. Ну икеевский, но это не икеевский, а какой-то другой. Ой, ну похож он. Какая разница, мы сидим. Ну что, идем уже, и овощи идите, что ли? А куда мне? Ходите, потусоваться, посмотреть. Я на уголе. У меня еще... Чуть-чуть времени. Нам до выступления надо заехать, закинуть там все-то домой. Зачем? Мы расстались в машине на заре. Блин, тогда у нас нету времени. Давай. Давай. Идем. Иду. Зачем? Вообще ничего, вот тот салат тоже не будем брать в квадратные банки. Нет? Нет. Двигаем дальше. Сегодня у нас, короче, конфетный влог. Пару бананов там у нас еще есть, пока не берем. Хотим взять Сашкины любимые ветчины, но ее походу нет, да? Угу. Ну ладно. Будет, возьмем. Будет, тогда. Все. Идем на кассу. Идем на кассу, чтобы успеть отвезти все домой. А вот, кстати, можно кукурузу купить. Я как-то не подумала, зая, про душе. Которую всегда на поле рвали. Не рвали. Два за 99. Два за 99. Два початка будем. Представляешь, сколько кукурузы выносили с поля в мешках? Моющие средства для посуды. Нам надо купить бутылочку вот такого средства для посуды. Два еще надо. Ну, мне надо. А какую ты лучше купить? Бутылочку на лимон. Садим, такой какой-то есть, наверное. Здесь сколько будет? Здесь 50. Хочешь такой? Ты хочешь зеленый? Зеленка лучше всего похожа. Какую хочешь? Ну, берите. А лимонная не хочешь? Вон, внизу стоит. Вон. Нет? Да нет, зеленое всегда есть. Зеленое яблоко. Берем зеленое яблоко. Прищепка. Что ты искала? А я посмотрела, там очень красивые стирки были. Ой, смотри, камень. Смотри, как там нет. Мама, утка? Розовая фламинга? Нет, розовая фламинга. Хотя может... Рожи с короны, сколько я даже не видел. Вот. Мама номер один. Вон розовая фламинга, это утка. Это утка, ты думаешь? Ну, вот же фламинга с носа. А что это за вот такие вот стеклянные какие-то? Ну, трошалки какие-то. Так, ну на кассу, так на кассу. О, кстати, можно купить чемодан. Дорогие чемоданы какие-то. 15 долларов. Они дешевле раньше были. А чемоданы по 15 долларов были или по 5? Кто? Чемоданы. По 5,99. По 15 долларов? Да? Это дорогие. Вот гаража. Ну. Соответственно, как мне... Я и думаю, что вроде по 5 долларов. Не, по 5,99. Что? Вот цена качеварка такая. Ну. И мне очень часы эти нравятся. Прикольнейшийся. Слеж, ты сейчас около выжималки? Ну да, какой-то. Джусер. Такой маленький миксер. Микро миксер. Проверь твои карманы. Смотри. Это бутылка. Это не бутылка. Ладно, пошли. Ну ты что меня все время куда-то заводишь? Заводишь? У меня уже выводит. Заводная ты моя? Ну что? Пошли, шарик. Какие шарики, Зайф? Ну дискоболы вот это огромное. Там есть еще. Какие дискоболы? Как мы купили с зеркальными яйцами. А, ага. Он не работает. Идем в эту кассу. Ну все, стоим. Ну вот это все мы купили для учителей. Короче, мы сначала считали, потом решили взять с запасом, потому что... Потому что у нас есть математик еще, но мы на него как бы взяли. У нас еще есть несколько учителей, которые там дети ходят в social study. Короче, я уже запуталась. И мы решили... В общем, с запасом мы взяли на 5 коробочек и... Вот. А еще мы заехали на Хонду, сделали appointment. И всегда, когда заезжаешь на Хонду, можно взять стаканчик кофе. Ну это для тех, кто голодает, примерно точно так же, как Сережа. И еще всегда вот такие вот всякие вкусные вкусняшки. Поэтому у меня уже ланч на сегодня организовался. А, еще мы купили вот такую вот вкусную шоколадку. Ну и давайте смотреть, что там у нас почем. Такой хоккей с мячом. Значит, в общем, шоколадка у нас получается 113 грамм. Да? Угу. Так, вот чего там в ней? Вот. Вот чего в ней? Так. И? А давай распечатанное покажем. Давай. Так, сейчас мы, значит, здесь покажем вот... О! Вот так вот. Так, значит, вот чего в ней там содержится. И вот какие ингредиенты. Так. И сейчас, тащи, пожалуйста, зайка, покажи, как она... Так она вот есть у нас распечатанная. Давай. Ну распечатаем. Ну давай. Сейчас мы ее распечатаем. Все равно сегодня там к чаю и кофе. Ммм, вот пока она. Ням-ням-ням. Короче, как ее по вкусу описать правильно? Мне не нравится запах. Ореховый? Мне не нравится запах, потому что я не фанат арахиса. Я, в принципе, уже как-то даже и соленый арахис перестала кушать. Мне абсолютно не нравится, как пахнет вот эта паста, что ты любишь, что Антоша любит. Прям я ее мажу, знаете, вот, ну... Ей... Мне очень-очень не нравится, как это пахнет. Ну, допустим, Сережа любит, Антоша любит. И я делаю бутерброды, например, знаете, с таким лицом. Вот так. Ну, мне правда не нравится. И вот поэтому эта шоколадка во мне вообще не... А мне она нравится. А мне не нравится, конечно. В общем, это похоже на вот ореховую пасту. Зайка, оно похоже на замороженную ореховую пасту. Ну, с орешками. Она сладкая. Она чуть-чуть даже как-то подсоленная. Ммм... В общем, это очень вкусно. Ну, вот эта, Сережа, не очень вкусно. Она любитель. Очень вкусно... Это... Что для меня очень вкусно? Это, ну, терророжкой. Очень вкусно... Это... Я так делаю иногда. Вот. Очень вкусно. Что еще? Киндер сюрприз. Киндер сюрприз. Киндер сюрприз. Это очень вкусно. Очень вкусно. Это мед, который украинский. Мед украинский, который мы покупаем из... Липовый мед в Джонсе мы покупаем. Именно украинский. Вот это вкусно ложкой. А это не вкусно. Это на любителя. Конфеты. Зай, а я не хочу эти конфеты открывать. Давайте те, которые у нас дома... Мы не будем открывать, да. Потому что... Потому что это... Я... Подарки. Да. Так. Значит, они есть с карамелью. Вот. Коробочка весит 140... Там сколько там? 8 граммов. 8 граммов. Так. Что там у нас? Давайте посмотрим. Это написано про конфеты. Зай, неси только коробки. Неси. А ты покажи эти потом. И, значит, точно такие же, только темный шоколад. Тоже 148 грамм. Мы покупали уже такие конфетки. У нас дома они есть. Тоже вот про эти конфетки. Вот. И сейчас мы вам покажем, как... Давай скажем, что мы уже покупали, мы их пробовали. Они очень вкусные. Самое прикольное, что 148 грамм 99 центов. Это очень хорошая цена за качественный шоколад. Потому что, ну, мы для себя, скажем так, посчитали и определили, что если шоколадка 100 граммовая стоит 1 доллар, это очень хорошая цена. Потому что, ну, по этой цене продается хороший шоколад. Тот, который продается во всех магазинах, продается в костке, продается в центах. То есть, ну, шоколадку с одним названием можно увидеть в любом магазине. И если эта шоколадка в центах попадает за доллар, значит, это у нас как эталон получается. И вот мы взяли эталон 100 грамм плюс-минус там 10 грамм доллар. Это как унция золота, скажем так. И вот в данной ситуации получается вот эта вот унция золота стоит на 40% дешевле, чем наш эталон. Вот. Ну, это такая фишка у нас, короче. Оно без ГМО. А, ну, ты сейчас покажешь, да? Ну, давай перейдем. Да. Ну, это очень хорошие конфеты. Да. ГМО-фри. Так, значит, вот чего там в них содержится. Мне интересно, сколько можно съесть конфеток. Четыре конфетки. Нет, ну, в смысле, не сколько можно, а четыре конфетки это будет 230 калорий. Вот. Вот такие, значит, факты. Вот что там содержится. Вот ингредиенты. Вот. Так. Видимо, от того, что эта бумага блестящая, получается, теряется резкость. И сделана, кстати, в Польше. Фальшивка сделана в Польше, как говорит наш. Что я хотела сказать. Они вот есть трюфели. А, ну, давай я эти покажу, пока ты говоришь, ага. Есть с черным шоколадом, есть с карамелькой. Да. У них одинаковые, скорее. А, нет, может быть разные. Вот, кстати, эти 220 калорий на четыре конфетки. Все, надо эти. Посмотри, а те 230, да? Угу. Ну, и они же черный шоколад, наверное, получается. А те, которые с карамелью, наверное, молочный шоколад. А, нет, здесь милк шоколад. А, ну, я карамель показываю, да? Да, это правильно. А, ну, вот милк шоколад, видишь, а там даже шоколад. В общем, детям не понравились. Вот они вот так вот выглядят. Эти. И вот так вот выглядит черный шоколадик. То есть вот карамелька и черный шоколад. Ну, давай мы им сделаем трепанацию черепа. Давай. Ну, расскажи, какие дети предпочитают, что детям черное не понравилось. А, я еще не разобрался. Ты же ему тактовала. Коте они предпочли. Так, сегодня на завтрак, на вкусняшку я детям предложила. По конфетке и... Которое с черным шоколадом детям не понравилось. Там полосочка, видишь, по полосочке порезает. Вау. Как оно красиво так вытянется. А когда съедаешь, так, в общем, всей этой красоты не видишь. Ой. Теперь будем резать и есть. Целое и есть не будем, да? Угу. Ну, вот. Это вкусно. Могу рассказать, как это. Те лишь бы поесть. Это карамельная. Это карамельная. Такой... Такой вкус. Карамели сказать, это как-то глупо, да? Ну, в общем, карамельно-шоколадная конфетка. А вот это... Горький шоколад. У нее такая вот, знаете, вот такая жесткая оболочка. Хрустящая. И внутри такая лежит, как бы, помадка. Вот были такие конфетки, помадка... Сливочная помадка, или как они назывались? Я не помню. В общем, немножко похоже. Понятно, что на этих конфетах написано трюфельс. В общем, ну, типа, трюфели, да? Но... Мы покупали трюфель в Костке. В Костке. Ну, не знаю, но он похож на трюфель. Ага. Но вот сказать, что это трюфель, я не могу. Потому что это просто шоколадные конфеты. Нет, это просто шоколадные конфетки. Никак не трюфель. Нет, в нашем понятии, в представлении, скажем, о тех конфетах, ну... Которые назывались трюфель в Беларуси. В Беларуси это не трюфель. Это просто шоколадные конфеты. Почему их назвали трюфель? Угу. Угу. Потому что так называют. Потому что это фальшивка, сделанная у Польши. Доступные. Распользуют. Ну, в принципе, они вкусные. Ну, вот, все, собственно, вот такие получились у нас подарки для детей. Для учителей. В смысле, от детей, для учителей. Которые они понесут, когда? Через неделю? 6 мая утром, это у них начинается эта неделя. И 6 мая обычно утром уже... Такой след вот у нас какой-то, прямо вот, как будто мы с бани вышли. А я вот не вышла. А ты блестишь. Потому что я блестяю. Тебя припудрит. Не смотри, так ты блестишь. Смотри, вот так. Блестяще. Да. 6 мая дети утром раздадут это учителям. Сходят в классы к тем учителям, ну, у которых они уже не учатся. У своих первых учителей, там, вторых, третьих, четвертых. Вот. И всю неделю им можно делать приятности, говорить им приятности. А в четверг будет ранч. Вот этот, про который я раньше рассказывала. На который мы тоже понесем. Я думаю, что мы будем покупать. Ну, мы покажем, естественно. Но в прошлом году мы покупали такую вот большую коробку. Пироженки. Не пироженки. Эти кексики сверху со всякой фигней посыплю. Вот. Потому что у нас дети в разных классах. И получается, Сашин Кинкросс в этом году отвечает за напитки. Кто-то там еще за что-то отвечает. В общем, мы решили пойти против системы и просто купить очень большую коробку. Все все расхватали, как обычно. И мы, в общем, просто занесем свою благодарность. И все. Ну, туда можно, кстати, нести сарат, допустим, самому приготовить. Потому что у них будет полноценный обед. Не просто там попили там соду с чем-то. Туда можно и сарат занести, и мясное что-то. Так бы я тоже занес. Кот, на мою конференцию, да, по повышению квалификации, ты можешь поехать тоже. Там будет еда. Не правда, там не по студенческому вход. Ну, так все. Это детей тоже берет. Вот, в общем, Сережа, да, вот где еда есть, он там. Сережа, от тебя отпочковалась, походу, мурка и теперь живет у бабушки. Моя бабушка, не да, ну, как, это не год уже, да? На часы смотришь. Ну, нам же надо гнаться. Ну, я быстро про кошку расскажу. Давай. В общем, некоторое время... Это летом был Арианчик. Мой племянник был у бабушки. В общем, они пошли к речке гулять и нашли в траве маленького-маленького котенка. Очень голодного, очень несчастного. Принесли к бабушке. Та сердобольная начала с этой кошечкой возиться. Впоследствии эта кошечка оказалась. В общем, выросло это животное. Она уже два раза роса дурамала. Но самое интересное, как она кушает, да? Она кушает, видимо, голодное детство в ней не может закончиться, да? И когда она кушает, она вот так захватывает. Она очень широко открывает рот. И то, что есть в тарелке, она вот так захватывает. Подожди, это же было где-то на ютубе или где? Кот-экскаватор. Она до сих пор так ест. Попробуйте написать поиск или в хроме, или на ютубе. Кот-экскаватор, и там будет так, как кот ест, а рот открывает. Ей уже, получается, скоро год будет, как она у бабушки, да? Ну, она не может это забыть. Бабушка моя, 80-летняя женщина, которая, ну, сама пережила сложное детство. Глядя на эту несчастную кошку, она считает, что она все время голодная. Я бабушке пыталась объяснить, что не надо кота так сильно кормить. Ну, в общем, она ее кормит, знаете, как утро, звоню бабуле, девушка, макароны варю. Потом, говорит, туда тушенки добавлю, зажарю еще там чем-то. Говорю, бабушка, кому это? Она говорит, ну, это же кошки, она же есть хочет. В общем, она кошку кормит так, как будто она потом планирует. Ну, этой кошки продержаться голодной. Так вот, эта кошка отпочковалась от Сережи. Потому что с Сережей я точно так же. Ну, вот такой вот был сладкий влог. Сладко-подарочный. Вы были на канале Наша Жизнь в Америке. Делитесь в комментариях, как ваши дети благодарят учителей, как вы благодарите учителей. Давайте это обсуждать. И все. Пока-пока. Подписывайтесь, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. До встречи. Бай-бай. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok